Музыка Очистить лес от мусора и сухостоя. В рамках Всемирного дня чистоты на субботник вышли волонтеры, общественники, неравнодушные горожане. Присоединился к ним и глава муниципалитета. Оказалось, ликвидация сухостоя – процесс трудоемкий и даже опасный. Старые деревья представляют опасность для жизни человека и для всего леса, поэтому вовремя ликвидировать сухостой крайне важно. Сухие стволы часто становятся источником возгорания, а иногда и причиной травматизма у людей. Но их ликвидация требует особой процедуры, поделилась Елена Казимир, председатель областного комитета лесного хозяйства. Я понимаю боль граждан, которые говорят, у меня сухостойное дерево, пожалуйста, уберите его. Но, к сожалению, в рамках действующего законодательства мы не можем этого сделать. Нам необходимо пройти определенный цикл. Если дерево упало, оно лежит у нас на земле, можно сказать, это валежник, его можно собрать. Все, что у нас непосредственно, скажем, тесно связано с землей, мы срубить без специальной документации не можем. Стихийные навалы, мусор, оставшийся после пикников. Территория Подушкинского парка возле военного госпиталя – излюбленное место отдыха горожан. Но убирать за собой считают нужным далеко не все. В результате полные мешки пластиковых бутылок бытовых отходов. Все равно отдыхают каждые выходные. Пока не начнутся дожди, они каждые выходные в лесу. Кто-то вынесет, а кто-то нет. У нас школьное лесничество есть, мы воспитываем молодежь. Молодежь у нас как раз очень ответственная. А вот поколение постарше, вот оставляют за собой костры и мусор. Мусор вывозят и ликвидируют. Московская область – единственный субъект Российской Федерации, где на это выделяются средства из бюджета. Благодаря экологическим акциям парки и улицы города становятся заметно чище. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.